Евангелие от Матфея В начале 19 главы Евангелия от Матфея Перед нами великое учение Иисуса Христа О разводе и повторном браке Очень хочется углубиться и прокомментировать это учение Но у нас сегодня тема другая, поэтому углубляться я не буду И все же 4 и 5 стихи я хотел бы вам показать А фарисеи ему задают фактически следующий вопрос Хорошо ли, можно ли мужчине разводиться с женой по любой причине В ответ ему есть что сказать фарисеям Но начинает он в 5 стихе вот с чего Матфея 19, 4, 5 Он сказал им в ответ Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину Сотворил их и сказал Посему оставит человек отца и мать И прилепится к жене своей И будут двое одной плотью Этот стих содержит несколько важных моментов Для понимания богодухновенности и безошибочности Во-первых, Иисус без всяких споров, без всяких возражений Принимает рассказ книги Бытия О сотворении мужчины и женщины Иисус ссылается на первые две главы книги Бытия Не как на какую-то мифологию Иисус ссылается на эти главы Потому что совершенно уверен Эти главы сообщают об исторических событиях Я думаю, что вы заметили В 5 стихе Иисус цитирует из 2 главы книги Бытия Это цитата из книги Бытия 2 глава 23 и 24 стихи Давайте обратимся к этому фрагменту Бытия 2 глава 23 и 24 стихи Особенно 24 стих Я прочитаю этот стих А вы скажите, кто говорит по-вашему эти слова Бытия 2, 24 Потому оставит человек отца своего и мать свою И прилепится к жене своей И будут одна плоть Эти слова сказаны уже после того, как Бог сказал, что нехорошо человеку одному Сотворю ему помощника, соответственного ему Он наводит на Адама сон Он берет одно из его ребер А И из ребра сотворяет Еву Потом Адам просыпается Господь приводит к нему Еву И в 23 стихе мы видели слова Адама Мы видели слова Адама, где он говорит о ней, о Еве Что она Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей Она будет называться женою, ибо взята от мужа А дальше 24 стих, как будто объяснение Потому оставит человек отца своего и мать свою И прилепится к жене своей Вот в контексте 2 главы книги Бытия Кто говорит эти слова в 24 стихе? Либо сам Адам Потому что 23 стих точно говорит он Либо это была такая авторская вставка Моисея Он решил объяснить то, что записал до сих пор Заметив это, есть смысл вернуться к 19 главе Евангелия от Матфея Я хотел бы еще раз прочитать вам 4 и 5 стихи А вы уже скажите на основании слов Иисуса Кто высказал этот комментарий? Иисус сказал им в ответ Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал Посему оставит человек отца и мать И прилепится к жене своей И будут два одной плотью Так вот Иисус говорит И сказал Так кто же сказал С точки зрения Иисуса Эти слова о том, что Человек оставит отца и мать И так далее Кто же сказал? Гар Да, сотворивший Но ведь мы же с вами только что увидели, что Иисус цитирует из книги Бытие 2.24 А Бытие 2.24 высказано либо Адамом, либо Моисеем Что же, Иисус ошибается? Плохо помнит Бытие 2.24? Ничего подобного В этом месте он приравнивает слова Священного Писания, которые по первоначальному контексту были сказаны Либо Адамом, либо Моисеем, либо Моисеем Он приравнивает эти слова к Слову Божьему, к словам самого Бога И вот в чем дело Кому бы не принадлежали эти слова Человеку или самому Богу Если эти слова записаны в Писании, значит, сказал их Сам Бог И всякое слово человека Записанное в Священном Писании Становится Словом Божиим С другой стороны, верно И то, что слова Божьи записаны в Священном Писании Слова Божьи записаны в Священном Писании Записаны конкретным человеком, которого Бог для этого использовал В чем же важность 4 и 5 стихов Евангелия от Матфея 19 главы Для учения о Богодухновенности Дело в том, что с точки зрения Иисуса Христа Все, что записано в Писании Сказано Богом И неважно, кто сказал эти слова в контексте Писания Может быть человек, автор, священный автор Священного Писания Или даже сам Сатана И еще один фрагмент Евангелия от Луки 24 глава Стихи 25, 27 и 34 Речь идет о событиях, происходивших после воскресения Христова 25, 27 и 44 стихи 44 стиха Особенно я обращаю ваше внимание на 44 стих Потому что именно в этом стихе Иисус беседует с учениками по пути в Эмаос В этих стихах Иисус упоминает все три основные раздела Ветхого Завета Закон, Пророки, Писания Он использует все эти три раздела Ветхого Завета в своем учении Как авторитетные тексты, как Слово Божие Обратите, пожалуйста, внимание и вспомните, что делает он по пути в Эмаос На основании Ветхого Завета он показывает ученикам, что им нечего печалиться Потому что все, совершившееся с ним за последние дни Вплоть до того, что он воскрес и идет сейчас с ними Все это предсказано в Писании Конечно, мы не все стихи важные еще увидели Но о том, что уже посмотрели, можно сказать следующее Многие утверждения Иисуса Христа недвусмысленно говорят о том, что Библия есть Слово Божие Это слово, сказанное самим Богом А следовательно, Писание Богодухновенно Другие слова Иисуса Христа говорят прежде всего об авторитете Священного Писания Но вопрос очевиден Почему Иисус считал этот текст авторитетным? В свете Его высказываний по поводу Писания Ответ на этот вопрос также довольно очевиден Иисус считает Писание авторитетным, потому что оно Слово Божие А раз оно авторитетно, раз оно Писание есть Слово Божие Значит оно, как говорил Павел, феонюстос Есть дыхание Божие В заключении хотел бы сказать еще кое-что о свидетельстве Иисуса Христа Библейские свидетельства, которые мы видели с вами вчера и сегодня Показывают нам Богодухновенность Ветхого Завета А как же насчет нового? Можем ли мы говорить о том, что и Новый Завет Богодухновен? Именно об этом сейчас мы и побеседуем Дело в том, что Христос говорит об авторитете И Богодухновенности того Нового Завета Который еще даже не написан, но скоро будет написан Вот с точки зрения Иисуса Христа Если посмотреть с его времени, тогда Нового Завета еще нет Но очень-очень скоро уже будет Как это можно доказать? Хочу вам это доказать и показать, но на это нужно некоторое время Покажу вам логический аргумент Логическое построение из трех шагов Трехшаговое логическое построение И на основании тех трех пунктов, о которых я буду говорить Мы с вами увидим, что Иисус считал Новый Завет, Которому предстояло еще быть написано Богодухновенным словом Итак, шаг первый или пункт первый Во-первых, Иисус считал авторитетным свое собственное учение Чтобы увидеть это, можно обратиться, допустим, к Евангелию от Матфея 7 глава 24 и 29 стихи И Евангелию от Марка 2 глава 10 стих Второй шаг Господь призвал апостолов для того, чтобы они шли в мир и стали его посланцами О призвании апостолов мы читаем Евангелие от Луки 6 глава 12 и 13 стихи И вот этим-то апостолам и обещает Иисус, что Дух Святой придет и будет учить их и через них Иисус обещает послать Духа Святого, чтобы тот напоминал апостолам об учении Христовым, о делах Христовых, обо всем, чему ученики стали свидетелями Может быть, кто-то из вас не помнит, где именно Иисус дает такое обещание Обещание таких три, они очень живые и недвусмысленные Все они находятся в Евангелии от Иоанна На самом деле, я думаю, что вы отлично помните эти фрагменты Первый из них — Евангелие от Иоанна, 14 глава, 25 и 26 стихи Прочитаем Это Иисус обращается к ученикам Сие сказал я вам, находясь с вами Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам Это же обещание повторяется в Евангелии от Иоанна, 15 глава 26 и 27 стихи Прочтем Когда же придет Утешитель, то есть Дух Святой Которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною Итак, Иисус обещает Святого Духа и подтверждает, что ученики будут Его свидетелями И третье обещание — Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 и 14 стихи Двенадцатый стих Иисус говорит, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам Итак, Иисус посылает учеников, чтобы те стали апостолами Его, посланцами Его И обещает им учение, служение Духа Святого Для чего? Зачем? Да для того, чтобы ученикам разобраться, чтобы им все правильно понять Когда им нужно будет разбираться? Когда им нужно будет все правильно понимать? Ну, во-первых, когда пойдут и будут проповедовать о Христе А еще, когда будут записывать учения И то, что они запишут, станет книгами Нового Завета Еще раз повторим этот аргумент, это объяснение Иисус говорит, мое учение авторитетно Я ставлю вас апостолами, чтобы вы шли и учили вместо Меня, из-за Меня Чтобы говорили то, что сказал бы Я, будь я с ними И, кстати говоря, уйдя от вас, покинув вас, я пошлю вам Святого Духа Святой Дух приведет вам на память то, чему я вас учил Он поможет вам вспомнить то, что вы видели и слышали И все изложить правильно Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте Если таким будет служение Святого Духа в жизни апостолов То и слова их будут от Духа Святого Но вспомните, пожалуйста, второе послание Петра 1.21 Когда говорится о том, как Дух Святой направлял священных авторов Значит, у нас есть серьезное основание утверждать Что Новый Завет устами Иисуса Христа Поразглашает себя Божьим Словом Так что, если есть вопросы, пожалуйста Итак, либо всем все понятно Либо всем все понятно, так что спрашивать не о чем Либо никому ничего не понятно, так что спрашивать бесполезно Нет, вопрос все-таки есть У меня вопрос по бытие 2 глава Где написано о том, что оставить человек от своей мати, прилепиться к жене Рассматривалось два варианта авторства Либо это слова Адама Либо это авторская ставка Моисея Но ведь это, по сути, это заповедь А заповедь может быть только дана Богом Но ведь, в том случае, в том случае, в том случае, это заповедь Потому что в русском языке это переводится, как «let the man leave his mother and father». Это обязательство, которое только можно дать Богу. Ну, я иду от еврейского текста. Все-таки, в еврейском тексте. Не видно, чтобы это была заповедь. Это, скорее, как объяснение, что «потому оставит человек», что это не «да оставит», а «потому оставит». По-русски тоже «потому оставит». То есть, Адам, во-первых, констатирует факт, вот «плоть от плоти моей», «кость от костей моих», она нарешется женой, потому что взята от мужа. И дальше объяснение «потому и поэтому оставит человек», и так далее. Почему? По какой причине? Ну, вот по той причине, которая объяснена в 23-м стихе. Но вы помните, что до 23-го стиха было много других событий, которые этот стих подготовили. Бог говорит, нехорошо человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. И проводит перед Адамом всех зверей. И дальше такое замечание, но для человека не нашлось помощника, соответственно ему. После этого Бог наводит на Адама сон, берет одно из его ребер и сотворяет Еву. И проснувшись, Адам смотрит на Еву и думает, нет, на зверюшек не похоже. И он как будто говорит им сам, да, Бог, вот теперь правильно. Вот это и есть помощник мне соответствующий. Если это так, то разве этого основания недостаточно, чтобы оставить отца и мать и прилепиться друг к другу и стать одной плотью? Обратите, пожалуйста, также внимание на то, как использует Иисус эти слова в Евангелии от Матфея 19, глава 4 и 5. В 5 стихе Иисус говорит, что сотворивший сказал, то есть сам Бог сказал, потому оставит человека отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одной плотью. Если это заповедь, то зачем же тогда 6 стих? К чему я об этом говорю? То есть, зачем нужно это объяснение в 6 стихе, так что они уже не двое, но одна плоть? Слушайте внимательно, потому что вот дальше действительно будет заповедь. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Если бытие 2.24 это заповедь, Иисус ее цитирует в 5 стихе 19 главы Евангелия от Матфея, то не нужно ему уже ничего добавлять в 6 стихе. Он как будто повторяется. Так что я думаю, что бытие 2.24 в свете комментариев Иисуса Христа это все-таки не заповедь. Но этот стих оказывается основой, на основании которой Иисус все-таки высказывает, дает заповедь в 6 стихе. Спасибо за вопрос. Есть одна причина, которая заставляет сомниться, что это слова Адама. Потому что если это слова Адама, он говорит, оставить человек отца своего и мать свою. Но Адама же не было ни отца, ни матери. То есть, как он мог понять деторождение до того момента, когда еще деторождение произошло? Да, я поэтому сказал, что либо Адам, либо Моисей. Не теряйте из виду главную богословскую мысль, которую мы с вами выражаем, относящуюся к Богу Духновенности. То есть, в контексте бытия 2 глава получается, что говорит либо Адам, либо Моисей. А Иисус потом говорит, что это слова Божии. На основании этого я делаю богословский вывод. Если что-то появляется в Писании, говорится в Писании, то это и есть Слово Божие, независимо от того, кто эти слова сказал. Я лично тоже думаю, что, скорее всего, это такой комментарий Моисея. А не слова Адама. Но возможность есть, в принципе, и для того, и для другого. К счастью, нам не надо решать все дилеммы и все вопросы, чтобы понять учение о Богодухновенности. Но спасибо все равно за вопрос. Еще вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.